классно да вот люди здесь живут и вот рядом такая красота и да вот 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 в общем друзья расклад такой что-то я подмерз остановился тут вот под навесом на улице моросит такой легкий дождик ну не критично но все равно моросит в общем я утеплился вверх утеплил штаны утеплил пуховик этим подкладом сейчас хочу попить чайку горяченького немножко взбодриться хотя погода бодрит и поеду дальше не знаю успею или не успею сегодня на паром в 15 часов он отправляется ну успею успею нет так нет будем импровизировать погодка вот сейчас немножко пасмурно я вам сейчас покажу где я нахожусь давайте местность конечно здесь шикарная вот если вы еще солнышко было было бы вообще здорово вон там кстати шумит речка горная речка очень красиво но я вам не покажу потому что я замерз и хочу пить чай пойду готовить чай потом может быть покажу что касается вот этого джетбойла я вам скажу адски удобная практичная вещь выручает конкретно и вот вы соотношение как бы его размеров вообще идеальная ну для по крайней мере для одного человека так буду есть сейчас уже эти сосиски они сосиски от копченые колбаски это еще в германии купил хлеб еще привезены из германии чай куплены в германии то есть я еще здесь в магазин еще ни разу не заходил то есть у меня продуктов собой как бы навалом у меня бич пакетов может быть штук шесть-семь потом этих колбасок я затарился единственное что придется докупить так это хлебушек потому что он имеет свойство заканчиваться ну ничего страшного хлеба купим кстати бензин здесь здесь бензин стоит наверное дешевле чем в германии если на немецкие деньги то он стоит где-то 1 и 8 здесь я в германии на автобане заправлял за 220 вот такие вот дела так ладно водичка уже почти закипает сейчас сделаем чаек покрепче чтобы немножко рук прободриться здесь классно под крышей сухо сейчас должно быть лучше сейчас я прям утеплился как надо по взрослому классное место тут такой каньон глубокий ну блин у меня там ключ зажигание в мотоцикле надо быстрее идти а то что-то страшно хотя я думаю ничего не будет но все же ссыкотно непривычно да и чай уже наверно заварился ху да любой достопримечательности в норвегии нужно как правило куда-то лезть единственный минус все залез мощную нафиг этот паром ладно посмотрим успею успею нет так нет а сейчас отдыхаем пьем чай даже туалет есть обалдеть сейчас как поем сейчас как хорошо будет согрелся попил считать горяченького чаю крепкого покушаю сейчас поеду дальше насчет парома у меня в три часа ехать еще может часик не знаю может успею может нет ну не успею так не успею ничего страшного двигаемся дальше на паром я уже однозначно не успеваю но это не повод унывать мы все равно поедем в ту точку где он должен быть потому что там должна быть красивая дорога ну и в принципе просто хочется посмотреть а потом поедем в сторону ста вангера ну и там где-нибудь заночуем по пути ну это пока что ориентировочный план как она будет в действительности война план покажет так стоило мне уехать тут сразу столько народу остановилась две машины сразу сейчас я утепленный так хорошо отдохнул чай попил покушал там а жить хочется и пофигу на этот дождик это все мелочь когда-нибудь он кончится а и и ну и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Съехал с дороги, которая ведет на Люсибо То есть это получается, мы сейчас едем, как я понял, наверх И потом идет что-то типа лестницы тролля вниз к фьорду Но там получается тупик То есть оттуда уехать можно только паромом, который идет два раза в день Утром в 8 и после обеда в 15 Так вот на паром я уже вряд ли успеваю Поэтому съезжу туда, поснимаю Ну вообще посмотрю, то есть это была цель туда приехать И потом буду искать кемпинг И ехать в сторону Ставангера Чтобы завтра уже из Ставангера в сторону Бергена ехать Так что вот как-то так Узкая здесь дорога Ну природа шикарная Вот я сейчас еду здесь по югу Везде красиво, везде классно Вот надо было мне в прошлое путешествие Первый раз Начинать сразу отсюда с юга А то я думал, ну буду по нарастающей Фишка в том, что если вы, скажем так, решите по нарастающей в Норвегию заезжать То к тому моменту, когда наступят хорошие классные места Вы уже просто будете физически и морально утомлены Вот как и со мной собственно произошло Я доехал до Трондхайма И у меня уже настроение было никакое Я уже подумал, что надо ехать домой И если ты уже подумал, что пора ехать домой То ты уже как бы фокусируешься на том, чтобы ехать домой Все Уже ничего не хочется смотреть Но я тогда оставил юг на потом И вот сейчас как бы это потом наступило Поэтому рекомендую, ребята, кто хочет в Норвегию Едьте сразу ближайшей дорогой в Норвегию Без всяких там Финляндии, Швеции Это глупость Поднимаемся все выше и выше Блин, как здесь красиво, а Вообще обалденно И никого нет Вот что значит ехать вне туристического сезона Есть свои плюсы Шик Так У меня этот Google с ума сходит Он не понимает, где я Дорога извивается Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok То есть Он позволяет снимать более Красивую картинку Ну вы сами Собственно все видите Как бы сам себя не похвалишь Хрен тебя кто похвалит Поэтому ребята Если картинка понравилась Прям вот все пофиншую То лайк обязательно под видосом Не забывайте ставить Интересно на какую я сейчас высоте ух ты он еще автомобиль так а мы взбираемся все выше и выше и это не может не радовать глядишь может еще и снег пойдет было бы прикольно не это вообще обалденные ребята рекомендую если будете здесь заедьте на это место это называется лисибон в общем я на видосе где-нибудь у сейчас напишу потом как это место называется для ориентира чтобы туда ехать и вы сможете сами насладиться вот этими обалденнейшими видами в живую куда красивее чем на всяких там картинках но я сейчас про свой видос вообще не говорю понятно что мой видос бесподобен в этом плане блин тут ветрено почти на самом верху наверно а класс в общем все как я люблю нет все выше и выше но ладно воду дело самый верх ну по крайней мере так чувствуется просто ветрища становится боковой такой прям адский и причем холодный ну а что ожидать красота в принципе мне кажется воду можно в любой лужу набрать она здесь чистая дождевая но для этого надо останавливаться мне пока не хочется хорошо едем вот а да в в не о он там вдалеке вообще красота по ходу дела сейчас по серпантинам вниз поедем да по ходу дела или не она виды конечно шикарные так вот здесь аккуратнее надо ехать чтобы разъехаться с этими автомобилями вы посмотрите что прямо по курсу там по ходу дела жопа конкретная же смотрите какая темень офигеть ну смотрится конечно это все адские адски классно но прохладно вообще же за я надеюсь я не туда еду ну про холодно становится на душу грипсы включать и надо будет у куртки воротник достать чтобы это шею не дула то баф уже как бы не особо помогает но все равно классно как бы я знал куда еду я к этому морально был готов к этим лишением и тяготам не к этим тяготам и лишения в общем вы поняли да